Друзья, я вас приветствую на канале Тульского внедорожного клуба Экстрим Авто. Сегодня у нас очередное наше мероприятие внедорожное. Рейд под названием «Вдоль Тульской засечной черты». В далеком 2012 году мы провели первое мероприятие под собственным названием «Тульская засечная черта». Было сложное очень мероприятие. Очень много сил у нас отняло. Очень понравилось участникам. Сделать такое мероприятие, подобное в нынешних условиях, мы не можем. Но поэтому мы просто делаем вдоль некоторых кусков того рейда, делаем такие вот, скажем так, покатушки. Сегодня у нас очередной такой кусок. Мы поедем вдоль черты, вдоль небольшой части того самого рейда. Сегодня у нас что-то около чуть больше на 10 машин. Три Нивы, два Ниссан Патрол. Наш организанский УАЗ-469, Геленваген, два Паджеро. Вот, значит, три Паджеро, три Паджеро даже. Такой у нас сегодня состав участников. Мы ожидаем, что будет достаточно много грязи, потому что поедем мы по лесу. Практически 100% маршрут будет вдоль леса. Ну, собственно, мы начинаем ехать. Колонна начинает наше выдвигаться. Состояние земли вот такое вот. Ну, местами понятно, что это не везде так. Но, в общем-то, не пыльно. По крайней мере, это очень радует. Организаторский автомобиль УАЗ-469. Сзади, видим, Ниссан Патрол выдвигается. И вот наша колонна потихоньку сейчас мимо меня будет проезжать. Все машины мы посмотрим. Ну, хочу просто передать, пока есть буквально одна секунда, хочу передать привет одному очень хорошему, светлому человеку, о котором я сегодня буду весь день помнить. Ну, я, как говорил, у нас сегодня три Нивы. Две Нивы практически стандартные. Вот одна Нива, человек только втягивается в наше движение. Ну, заранее молодец, подготовился, прозы крепил. Ну, и Андрей, наш гость из Ступина, уже неоднократно к нам приезжает. Заряженная Нива. Кирилл Базин, Геленваген, который я очень люблю. Собственно, и Кирилла, и Геленваген люблю. Санек Небожин, Андрей Три Шестерки, Патрол, да-да, уже матерый наш товарищ. Ну, и тоже еще один новомосковский экипаж сегодня только в одном автомобиле, но там все, и Макс, и Рус в этом автомобиле. Ну, пару слов. Руслан-то тоже как бы ехал с нами сегодня прокатиться, но по его словам, какие-то к нам поездки неудачные. У него стуканул мотор при выезде из Новомосковска. Ну, бывает, подчинится, я думаю, все будет нормально. Едем дальше. Как едем? Пока-пока мы бежим, пока догоняем. Ну, вот такая водная колея немножко. Ну, понятно, что это не совсем бездорожье в нашем понимании, но зато кадры должны быть красивые. Ну, Супер Владимир в разрез, хотя машина позволяет ехать здесь как угодно, его машина. Стандартная практически Нива. И даже, по-моему, несмотря на то, что я писал все-таки, что грязевая резина должна быть, у него все-таки почти слих, скажем так. Санек Груздов, Ниссан Патрол. Давно ездит, но давно его не было. Если помните, у него раньше был УАЗ Патриот с мотором В8 от ГАЗ-53. Это была его машина. Ну, Кереха понимает, когда надо нажать на педаль газа. Тем более, сейчас турбовый мотор стоит на гелике. Машина стала гораздо веселее. Ну, и вот, три японских автомобиля, японский автопром, замыкает на колонну. Ну, а у нас пока есть небольшая пауза, и мы можем спросить пару слов у, на данный момент, наверное, уже можно сказать, да, одного из самых опытных в тульском оффроуде товарищей. Макс Василовский, барсуки оффроуд. Я упорно стараюсь их пиарить, помогать им. Максон, нам прямо, нам прямо. Владимир, запрашивать маршрут или указание, я ему его дал прямо. Прямо едем. Ну, Макс, скажи пару слов. Пару слов. Ну, хорошо, скажи пять слов. Здравствуйте, дорогие друзья. Не побоюсь этого слова. Канал Экстрим Авта, Тула. Вот. Смотри. Что ожидаешь от сегодняшнего холодного, но весеннего дня? Чтобы было горячо. Чтобы была такая жара даже, я бы сказал. Ну, собственно, вот мы видим предпосылки вот такой жары, такие вот места, да, потихонечку. Периодически будут появляться. Я думаю, надо нам высадиться с тобой, наверное, точнее снимать. Ты будешь сегодня что-нибудь? Ну, попробуем что-нибудь снять обязательно. Там вот спереди, смотри, какая красота такая, вот водная. Мне сейчас надо, наверное, все равно цеплять троса, наверное, Нивы. Я думаю, цеплять Нивы патрули, наверное, выкалкивать. Давайте, наверное, мы выйдем и вот это, друзья, поснимаем. Ну, под ногами хлюпает очень хорошо. Вообще, место такое, как бы, безальтернативно. Объехать его нельзя. Да, объезжать, если вот с этой стороны. Вообще, пропаханная антипожарная штука сделана. Ну, и здесь достаточно так глубоко. Я все-таки напоминаю, что у нас на УАЗовском, на автомобиле УАЗ, на нашем организаторском, все-таки военные мосты стоят. И поэтому просвет у нас достаточно большой. Скажем так. Оп, оп, ух. Ну, все, я промок. Ну, в общем, с чем я себя благополучно поздравляю. Придется сейчас переодеваться в сапоги. Ах. Ну, мостом задним, скорее всего, не выцепляло. Причесал он траву. Забейте мостик. Употравляю никаких проблем. Здесь не составил его. Тоха-пират идет. Правильно. Зачем? Зачем? Зачем экономить людей, когда можно проехать? Так, вот попрыгнул. Воду перепрыгнул, но телефон утопил. Я пошел. Ну, ладно, ноги. Ну, штаны-то зачем? 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 Я извиняюсь за мой французский, но пип, котенку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дно, скорее всего, твердое, просто лесные промоины, заполненные водой. Конечно, ничего такого серьезного для высоких автомобилей. Ну, в принципе, вот правильно, да, парень правильно стал делать. Ему надо сюда, сюда надо выскакивать. Уже не выскочишь, уже прямо. Прямо, право руль пошел. Молодец! Стандартная, стандартная Нива, вообще стандартная Нива. Бегемотик патрол. Причем, по-моему, даже ребята не парились, они, по-моему, не травились. Ну, для Санька это свойственно. Он сначала залезет куда-нибудь, потом начнет травить колеса, да, Антон? Да? Нет, мы уже травили. Травили? Что-то не похоже, что у нас травили. Чуть-чуть. Так, Каранда. Уже неоднократный участник. Уже видно, что человек понимает, что когда надо поднажать на педаль, на первом выезде он ехал очень аккуратно. Ну, я знаю, что этот человек достаточно, в принципе, опыта на упроводе, хотя он с нами едет, по-моему, только второй раз, но опыт у него имеется. Как-то это чувствуется. Ну, за Андрея я не переживаю. Собственно, и за машин за его я не переживаю совсем. Кирилл, который меня 10 минут назад превратил в мокрого человека. Да, ей улыбается. Ну, конечно, в гелике, он чувствует себя хозяином бездорожья. Гелик. Санек, не боже. Ну, даже говорить ничего не хочу. Человек знает, знает, что делает. Уверен в себе. Андрюха практически след в след идет. Да, Андрей? Максон в руле сидит. О, брутальный мужчина. О, ну вообще. Там еще люди. Люди еще сидят. Нет, не позорь меня. Нет, когда дети, это хорошо всегда. Нет, это хорошо. Нет, не позорь меня. Нет, не позорь. Нет, не позорь. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До отсечки. Молодец вообще! Молодец. Вов, проезжай подальше. Вовчик, проезжай дальше. Добрый, Вольфик, ничего. А ему там хорошо. Вот. Я боюсь, на тебе, я верю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протеине, блядь. Походу делать там не только человек, там еще и машина на протеине, да? Да. Значит, там просто тоже хорошая лужа. Ну, может, ты к ней подъехал, чтобы места было побольше? Я ей подъехал. А, ты к ней уже подъехал? Так. Ну, для такого автомобиля это лужа, реально лужа, не препятствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я же ему говорил, что здесь не глубоко. Когда я тебя обманывал-то? Когда я тебя обманывал-то? Скажи мне, а когда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА